Всем привет друзья! Вы на канале Graal Racing. Как всегда за кадром Александр, а это значит, что нас ждет очередное сравнение моторных масел. Сравнение сегодня будет нестандартное. Думаю, многим будет интересно визуально увидеть и понять в чем же разница в базовых основах. И поэтому я сегодня сравню масла на основе PAO плюс STER. Это четвертая и пятая группа базовых масел. GTL базу или Gas to Liquid. Эти масла изготовлены из попутного газа и путем его синтеза получают жидкую фракцию. Также увидим гидрокрекинг третьей группы VHVI и почти чистую минералку второй группы с небольшим процентом третьей. Конечно я искал чисто вторую группу, но такая была только на заказ и ждать ее долго. Также в этом видео я сравню новость с популярнейшим Лукойл Генезис. Это два масла на основе гидрокрекинга третьей группы. Так что у нас два сравнения в одном выпуске. Знаю многие в недоумении, что это за масло Кендалл. Да еще и не в той вязкости, как другие наши участники. А все просто, я не нашел минералки от этого производителя, именно 5V. Почему я не купил минералку от того же Лукойла или Газпрома? Да все потому, что у нас нет такой крепкой минеральной базы, как это есть у американских масел. Думаю, все слышали, что в США и Канаде ездят многие на минералках и особо не знают бед. Так вот сегодня мы и узнаем, в чем же дело. Канистра экстрима хранилась у меня два месяца во влажном холодном помещении. И это сказалось на этикетке, так что на это особого внимания не обращайте. В первую очередь проверим, насколько же летучей окажется та или иная база в тесте на испаряемость. Все делаю по привычному методу. Наливаю в стакан 30 грамм масла, сбрасываю показатель весов и снова взвешиваю. Так происходит с каждым образцом. неожиданно, конечно, увидеть у чисто американского масла такую защитную пленку под крышкой. Масла, как вы видите, совершенно различного оттенка. Экстрим самый темный, но это связано с тем, что в его составе значительное количество органического молибдена. Не путайте только с десульфидом молибдена, как в том же ликвимоле. Органический молибден полностью растворим и обладает гораздо большими плюсами, чем его собрат. Отправляем наши масла на разогретую плиту. С периодичностью я меняю масла местами, чтобы нагрев был равномерным. Я думаю многие, в принципе, догадываются, какой будет результат. Мне кажется, это будет закономерно. Остается вопрос, какая все-таки разница будет. Достаточно много уже отзывов за последнее время появилось от использования экстрима. И основной массе людей это масло понравилось. О пензоле в нашей стране мало кто знает, так же как и о кендалле. Но в Северной Америке это очень знаменитые компании. Пензол принадлежит концерну Shell. По идее масла должны быть схожи по составу, если взять допустим топовую линейку Shell. Но на деле масла все-таки разные. По утверждению этому мой недавний тест этого пензолла и Shell Helix Ultra. Ссылка будет под видео на это сравнение. Кендалл был выбран не случайно, как я это ранее говорил. По моим данным, там очень малое количество полимерного загустителя, в отличие от конкурентов в этом видео. И это как-то должно повлиять на испаряемость. Данное сравнение продлится ровно час. Температура нагрева в среднем равна 220-230 градусов по Цельсию. В лаборатории данный тест производится в похожем виде, только объем масла другой и температура немногим больше. Повторюсь, что этот метод не имитирует работу масла в двигателе, а лишь косвенно может показать, как это масло может повести себя при термальных нагрузках. Также мы можем судить о некотором качестве основы. Тестная испаряемость подходит к концу. Пока масло остывает, произведем сравнение на текучесть. Но думаю, не останется сомнений, что кендалл проиграет, поэтому я его не буду заливать. По прошествии суток смотрим результат. Температура, напомню, равна минус 30 градусов. Итак, лучшими маслами для зимних холодных пусков признаны Экстрим и Пинзуэл. Далее Новус и практически наравне с ним Лукойл. Новус снова показывает свой очень высокий уровень. Честно, я ожидал немного другого. Ради интереса все-таки зальем кендалл вместо нашего лидера. Спустя снова сутки смотрим результат. Для сравнения накину прошлую заморозку с Экстримом. И конечно тут без каких-либо новостей все как и должно быть. 10W40 отстает. Также для наглядности помутнения базы решил налить масло в стаканы и заморозить. Экстрим абсолютно не изменил оттенок. Все также прозрачный как и был. Пинзуэл на мой взгляд остался тоже прозрачным. Хотя кажется есть небольшое помутнение. Лукойл и Новус мутный как и собственно кендалл. И снова никаких неожиданностей. Приступаю к взвешиванию масел. Тщательно и досконально замеряю каждый стакан. Погрешность составляет в среднем 0,03 грамма. Итак результат. Начну с последнего места. Итак самое большое количество массы испарилось у Лукойла. Он потерял 13,5 процента. Конечно это многих может расстроить, но повторю что все эти сравнения может повторить любой из вас и убедиться в результате. Далее на четвертом месте Новус. Очень хороший результат с потерей 13,06 процента. Я считаю это достойный конкурент именитым брендам. Тем более купить подделку Новуса сейчас невозможно. А это очень важно в сегодняшних реалиях. Ссылка на канал производителя и сайт также будет под видео. Итак, почетное третье место занимает заморский представитель из высококачественной минеральной основы. Кендалл. Он потерял 9,56 процента массы. Просто невероятный результат по сравнению с синтетикой из гидрокрекинга. Конечно ресурс масел на такой основе ниже, но за свою цену я думаю это достойно. Данный факт потери я в первую очередь связываю с малой долей полимерного загустителя. Есть в Америке масла, в которых его и вовсе нет. Их мы и позднее проверим. Кстати данный кендалл имеет абсолютно новейшую спецификацию SP. Итак, второе место по испаряемости занимает базовая основа от Exxon Mobil. Это четвертая группа PAW от Xtreme. Он потерял 9,43 процента. Я считаю, что на данный момент в мире очень тяжело будет найти реального конкурента этому бренду, который также будет состоять из PAW и иметь подобный состав. И как вы поняли, победитель сегодняшнего сравнения по потере массы это Penzoil. Он потерял всего лишь 7,96 процента. Помимо высококачественной GTL базы, этот бренд имеет качественный полимерный загуститель, который очень термостабилен. Но я подозреваю, что эта термостабильность заканчивается на 300 градусах. По многим тестам на прожарку с других каналов видно, что GTL база начинает очень серьезно деградировать и разрушаться при температуре от 300 до 400 градусов. В связи с этим она очень сильно загаживает термонагруженные детали двигателя, в отличие от PAW. И конечно же Penzoil и Kendall очень тяжело найти в большинстве регионов стран СНГ. Но в принципе это сделать можно. Если есть те, кто лил особенно подобный кендалл, пожалуйста напишите в комментарии отзыв от его использования. Меня этот бренд очень заинтересовал. Также у меня в наличии есть такой же кендалл, но с вязкостью 5w30. И также с современными спецификациями Ilsac GF6 и по API это SP. Если будет интерес от вас, я обязательно его сравню. Далее посмотрим сравнение баз в реальной прожарке. Только данный тест у меня занял одну неделю. Перед тем как выложить результаты, я проверял все по несколько раз для точности результатов. В итоге данный тест производится исключительно в одном и том же стакане. Объем масла равен ровно 10 грамм. Ставится стакан ровно в одно и то же место и температура нагрева масла в среднем равна 420 градусов. Чувствую масляные эксперты уже на старте написать мне много интересного. Я прекрасно знаю, что в двигателе нет таких температур. Результаты теста показывают в ускоренном времени старение масла. Грел бы я под 200 градусов, результат был бы тот же, только это заняло значительно больше времени. По сути мы увидим, что произойдет с термонагруженными деталями двигателя при перекатывании интервалов и при перегреве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 и вашу поддержку.